Маленькая Голландия в центре Иваново. В городе открылась ярмарка тюльпанов. В теплице целая плантация. Одни цветы уже распустились, другие только образовали бутоны. Организаторы спешили вырастить цветы непременно к женскому празднику. Такая цветочная феерия в городе впервые. Мы перед тем, как вырастить вот эти 25 тысяч тюльпанов, мы загубили не одну тысячу. Несколько сезонов пытались выращивать их в тепличных условиях и вот, наконец-то получилось. Сотрудники предприятия по благоустройству города, единственные в регионе, решили выращивать тюльпаны, а не закупать их. Чтобы привезти тюльпаны из Голландии, нужна где-то неделя. То есть в другие магазины, например, да, и когда возили, ну и сейчас возят тюльпаны, ну, транспортировка производится в обычных контейнерах. Вот там цветы могут поломаться. Также в морозильных камерах они морозятся. Вот тут мы можем их срезать прямо за день до продажи, вот и уже выставить их. Тюльпаны к покупателям отправляются прямо с луковицей. Двойной подарок, шутят цветоводы. Цветок для эстетического удовольствия и луковица на рассаду. Все многолетники, они же цветут непостоянно. У них срок цветения от недели до двух. Луковицы можно потом их в грунт посадить, на улице, на даче. Желтые, красные, лиловые, розовые 20 сортов различаются только по цвету. Стоят они в домашних условиях хорошо, только жары не любят. Перед 8 марта за тюльпанами традиционно выстраивается очередь. Почему-то мужчины считают именно эти цветы символом любви, счастья и весны. Так принято, на организации решили, что тюльпаны именно возьмем. Плюс ко всему, так повелось, что и в семье всегда тюльпаны дарю. Поэтому сюда пришел. Сезон тюльпанов короток, поэтому в теплицах уже новая рассада однолетних растений. Скоро остатки снега в городе исчезнут, и на площадях и проспектах появятся клумбы с бегониями, пеларгониями и анютиными глазками. У сотрудников предприятия по благоустройству уже есть несколько идей, какими зелеными композициями украсить любимый город. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.